Песня «Русском сердце» Эхом отозлась Эта песня Эй, пухля Дополнительный день в году как повод сделать еще больше добрых дел. Наверное, поэтому фонд «Родная» назначил свой ежегодный благотворительный бал на эту редкую дату. Ни разу за столько лет нам не выпадала вот такая удача, чтобы именно 29 числа делать свое мероприятие. И мы подумали, что вообще-то вот неспроста есть этот день. Чаще его называют високосным и начинают придумывать всякие истории. А вдруг что случится? А мы решили назвать его дополнительный день для добрых дел. В этот день также отмечается День редких заболеваний. Один из героев вечера, ребенок Денис, он страдает генетическим редким заболеванием и сбор средств также будет в поддержку него существует. Поэтому этот день мы посчитали, что раз в этом году есть дополнительный день, который можно использовать для проведения добрых дел. У нас люди становятся добрее, появляется желание помогать. А как не помочь, как нашим маленьким деткам, подопечным? Я считаю, что каждый человек должен в своей жизни обязательно заниматься благотворительностью. Потому что даже во всех канонах, хадисах написано о том, что какую-то часть мы должны и обязаны отдавать на благотворительность, а кому как не детям. Но мы знаем пословицу все с вами, да, восточную мудрость. Делай добро и бросай его в воду. Не нужно об этом говорить, не нужно об этом рассказывать. Но в данной ситуации, в данном контексте, я считаю, что это как раз-таки нужно отмечать, нужно говорить. И в наше время это очень важно и очень ценно. Все, что в радость каждого дня, Все, что я зову с твоей судьбой, Связано, связано только с тобой. Я не знаю, где еще на этом сети есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутные ветеры, Останусь как всегда. Уже по традиции на сцене с творческими номерами Выступают известные предприниматели и общественные деятели. Открывают программу дефиле от модного дома «Фортуна». В этом году девятый благотворительный вечер доброй сердца. И мы встречаем гостей. Мы рады нашим благотворителям, попечителям. Это творческий коллектив «Фортуна». Делают коллекцию. В этом году коллекция весенняя С использованием модных тенденций, С использованием трендовых тканей, Цветовых решений тканей. И в дефиле участвуют тоже наши благотворители, Партнеры. Они уже постоянные наши клиентки. И постоянные партнеры благотворительного фонда «Родная». Добрые дела открывают таланты, объединяют людей и, конечно же, решают главную задачу. Делают жизнь подопечных легче, ярче и светлее. Мода на благотворительность приходит. Когда мы начинали, мы говорили, что миссия нашего фонда – это как раз формирование культуры благотворительности. И Челябин сам по себе город достаточно суровый. Но в последнее время все замечают, сколько много проходит благотворительных акций, как люди стараются кому-то помочь. Причем когда-то это делается пышно, открыто, публично, как наши вечера. Когда-то люди просто помогают и не заявляют об этом никому. Но общее ощущение – это, конечно, благотворительность в Челябинске процветает. Мне лично и нашему предприятию понравилась конкретность помощи, конкретные дети, конкретные результаты. Благодарны, что здоровы дети, родители. У нас в группе компаний уже, в принципе, несколько лет принята благотворительность. И с фондом «Родная» мы познакомились несколько лет назад, участвовали в разных проектах. И в этом году, получается, так получилось, что появилась возможность более масштабно поучаствовать. Я поддерживаю фонд «Родная» и, конечно же, «Добрые сердца». Но только второй раз участвую именно в творческом номере. Потому что сила убеждения Натальи Александровны Басковой удивительна. И она может уговорить, наверное, любого человека выйти на сцену. И отказать совершенно невозможно, потому что мы все вместе делаем благое дело. Мы помогаем детям, детям, которым так нужна наша взрослая помощь, наша протянутая рука. Музыка Музыка Какие-то критические, трагические дни бывают, я думаю, что у каждого. Самое главное в этой ситуации не паниковать на самом деле. И обдумывать именно моменты, когда нужно подняться, встать, идти, просить помощи в трудную минуту. Потому что я думаю, что в нашем мире всегда есть добрые сердца, которые помогут. Я своим примером, в своем окружении показываю, что есть направление, возможность не просто переживать, но и конкретно осуществлять помощь. Благодарителей становится больше. Это я, в принципе, вижу по своему окружению, в принципе, и по тому, что происходит в городе. И здесь, мне кажется, даже правильно сказать про какое-то развитие. То есть развитие не только компании, как в чем-то, а когда компания начинает заниматься благотворительностью, это уже в первую очередь, мне кажется, это речь про развитие. Потому что развивается не только сама компания, развиваются сотрудники, они становятся идейными в этом плане. И как-то уже такой командный дух позволяет этим заниматься. Я хочу поблагодарить всех вас, кто только первый раз на нашем речке. Хочу поблагодарить тех, кто постоянные наши партнеры, потому что ваше сердце действительно очень большое и очень доброе.